Приветствую! Вы любите видеоигры? А если конкретнее, ролевые видеоигры? Если еще точнее, то знакомы ли вы с Titanic Voyage? Я долго думал, как вам рассказать о ней. Сначала была идея приводести ее только через истории, произошедшие там, но я все же решил сделать так же, как и с моим прошлым видео прокаталось в Дзю. Итак, что же такое Titanic Voyage? Это, по сути, мероприятие в формате ролевой игры, происходящее раз в год и посвященное первому и последнему рейсу Титаник. Созданная энтузиастно в 2009 году, Titanic Voyage прошла долгий путь становления в довольно приятный способ времяпрепровождения для узкого круга лебезей исторической эпохи начала 20 века. Как и любая ролевая игра, Titanic Voyage предполагает от ее участников отыгрыш своих персонажей, следованию своей выбранной роли. Игра имеет свои особенности ввиду не только тематики произведенного путешествия в один конец, но и самого ролевого процесса. Хронология важных событий из Titanic Voyage напрямую связана с реально происшедшими событиями в те дни. Игра идет в реальном времени и начинается прямо с утра по московскому времени. В этом могла быть одна неприятная загвоздка. Если бы вы пропустили свою регистрацию на порте Титаника, то вы бы пропустили и все мероприятие. Частью это предусмотрено и может попасть на корабль позже, когда Титаник уже в открытом океане. Но я бы не рекомендовал вам такого делать, ведь вы потеряете часть интересного отыгрыша на суше. Места для старта всегда есть несколько, поэтому вы вполне сможете найти удобный или не для вас вариант. Количество участников каждый год, если судить по собственному опыту и по фанатской статистике, около двух тысяч. Но всех них, естественно, в один момент никогда не бывает, и на практике в среднем за день игры в онлайне бывает примерно 800 человек. Это все равно много с первого взгляда, учитывая, что ваше взаимодействие с другими участниками практически не имеет ограничений. Однако при глубоком анализе выясняется, что точек интереса на Титанике, но такое количество активных игроков крайне избыточны, из-за чего множество мест часто просто пустуют. Титаник Voyage – браузерная текстовая игра. Ролевой отыгрыш происходит через текстовые диалоги. С одной стороны, из-за данной особенности, мягко говоря, маловато интерактива для погружения в атмосферу, если сравнить с другими похожими проектами. С другой стороны, фантазия становится вашим бесценным другом, давая вам возможность представить, что ваш персонаж делает именно то, чтобы писать больше текста. Ваша величина воображения – ваше максимум для отыгрыша. Единственное ограничение для ролевой игры – исторический контекст и внутриигровые правила, которые весьма логичны. Есть место даже для тех, кто хочет сыграть за фантастического, нереального персонажа. Ничего, есть возможность сыграть за ключевых в истории эксплуатации корабля членов экипажа на конкурентной основе. За одну и ту же роль можно быть большая конкуренция, так что вам придется постараться, чтобы занять интересующего вас героя. Также можно создать свои мероприятия на корабле, на которое могут прийти люди, если вообще придут. Визуальная часть приемлема. Несмотря на несколько узарейший интерфейс, все выглядит органично. Один впечатляет трехмерные версии залов, комнат, кают. Они позволяют понять гандиозные масштабы Титаника. Титаник Бояж – это мероприятие. На него, то есть на сессии, необходимо регистрироваться. Регистрация начинается каждый год с 10 марта. Фактически, вы можете прописать любого персонажа, как я говорил ранее. Советую уделить описание вашего героя в умеренное количество времени, ни мало, ни много. Оставьте долю таинственности, место для импровизации, чтобы ваш персонаж получился интересным и привлекал к себе внимание окружающих. Титаник Бояж подарил мне яркие эмоции в мой первый раз в 2020 году. Это было особенное время, когда множество людей сидело по томам и имело достаточно свободного времени, про ли выигрывая в реальном времени. Я мог потратить целую неделю на увлекательное времяпрепровождение, без прерывов на других занятиях, как и остальные. Мой персонаж оказался в центре одного из сюжетов на борту Титаник. Я изначально и хотел рассказать через его историю об этой игре, но никакие видеозаписи я в тот момент не делал, поэтому пусть эта идея останется для другого случая. В последующие разы мне крайне не везло со свободным временем. У меня не было достаточного количества часов, которые я могла потратить на утреныш. Вечерние повседневки мне быстро наскучили. Что-то да, что и в 2020 году я не имел возможности играть ночь, поэтому мои герои тихо умирали в ночь с 14 по 15 апреля каждый раз. Но на этот раз, в 2023 году, я смог в этот раз выжить. Неудачно. Подводя итоги, я могу с уверенностью заявить, что Титаник Бояш раскрывается в полной мере лишь тогда, когда вы можете играть в него сотками напролет и всегда заниматься какой-либо активностью с другими участниками. Для меня такой момент был лишь в одном году. Это вряд ли повторится, поэтому я более не вижу смысла продолжать играние. И опознать Титаник Бояш в достаточной для меня степени, хотя не исключаю варианты посетителки на какой-нибудь своем стриме. Игру рекомендую. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...